да привет друзья привет видите мою картину да это эмблема нашего направления нашей школы человек будущего homo futurus видите написано даже по латыни homo futurus человек будущего потому что у нас есть вообще-то понятие homo sapiens это человек разумный а это человек будущего homo futurus значит он будет обладать какими-то качествами новыми чем сегодня человек обладает и вот эта задача какими же качествами будет обладать чек будущего ну там не имеется ввиду какие новые ракеты будут бомбы и смартфоны автомобили и всякие другие технические дела имеется ввиду качества и способности и вот поэтому здесь на картине я нарисовал видите рука у него вот так вот рука это не просто рука это то что делала эриксон это всплывание руки всплывание руки на которые происходят ну по моим научным представлениям идиорефлекторно то есть есть идея образ образ будущего в этом контексте и движение механическая в данном случае получается идея и рефлекс автоматического движения потому что есть просто механическое движение когда ты делаешь это с усилием с каким-то на обычное механическое движение а это идея рефлекторные почему не просто назвать идея моторным потому что я просто определил что идея моторные движения самые разные да вот идея моторный есть такое понятие вот на самом деле основана на участие нервной системы то есть между идеей и моторным действием рефлекс но в данном случае этот идея моторные это узкая часть идея рефлекторных действий потому что идея рефлекторные действия это любой образ вызывающие реакцию организма то есть когда идея это так сказать достижение духа синхронно достижением материального до тела то есть когда есть согласие ну например представился лимон это идея и у тебя включилась материализация виде рефлекса слюны поэтому тоже не скажешь идиомоторная а вот здесь и в движениях идиомоторная но этим и все и различается что главная суть идиорефлекторные а направление одно из них узкое идиомоторный то есть там видео рефлекс с моторным компонентом это вот чтобы я вам понятно зачем же я поставил эту картину ну во первых напомню что целью задачи школы человек будущего хомо патрус является развитие и вскрытие открытие внутри каждого человека из нас способности человека будущего будущего ну вот там могут быть удивительные способности частности например способность развивается творческая способность развивается изобретательского мышления чтобы в условиях жестких временных ограничений находить неординарные решения по очень важным вопросам но это очень хорошо и для вас лично это хорошо и для мозговых штурмов я несколько раз уже проводил такие мозговые штурмы когда каждый человек обучался ключу а потом они коллективно собирались и решали какие-то важные вопросы это я и хочу сделать для международной платформы между западом и востоком чтобы решали вопросы актуальные для человека и человечества сократить кризис и войне так далее его сейчас наш федор макаров он как раз таки редактирует текст который я написал ну такой текст это который нам позволит понять вообще как организовать этот мир на планете и сохранить разум на земле да но сегодня мне как раз мой сын олен он же психолог тоже и он мне говорит вот ты говоришь образ будущего образ будущего надо может быть сказать образ здорового будущего ну конечно здорового будущего я это как бы предполагал но в принципе молодец вот такие подсказки такие советы нам очень нужны и у нас школе человек будущего хомофутурус есть как раз таки там возможность задавать вопросы общаться друг с другом достижения свои показывать и в творчестве и живописании и в музыке и всех осложнений там у нас очень много участников я всех поздравляю с вашими успехами желаю вам здоровья а вот мне вот сейчас буквально написали чтобы ваши сайты продвигались вы же хотите набрать больше подписчиков для школы чтобы все были здоровы и творчески развиты да поэтому надо это разделить сделать два раздела сделать здоровье разделы и сделать раздел творчество ну вот я в замешательстве потому что я как раз таки ключи изобрел для того что ключ от всех дверей да чтобы он одновременно и повышал стрессоустойчивость и позволял человеку использовать энергию высшую из энергии это энергию стресса для своих собственных интересов чего раньше никогда в мире не было это уникальный контент да и одновременно управляя своим напряжением своим стрессовым состоянием включая место эндорфин эндорфины вместо адреналинов и так далее когда хочешь это когда хочет это чтобы ты мог управлять собой да ну как же это одновременно же синтезе я как раз таки декларирую что метод ключ как ключ от всех дверей он позволяет одновременно одновременно улучшать здоровье и одновременно развивать творческие качества потому что раньше например было как вот райков занимался владимир леонидович активации у детей гениальности он им гипнозе внушал в гении они лучше рисовали но это вот для творчества кашпировский занимается для здоровья для здоровья вот два разных раздела да но ключ то он заменяет и то и это это по существу и самое главное что человек может без всякого гипноза сам ходить в это состояние управляемого транса стресс это не управляемый транс а режим саморегуляции по методу ключ это управляемый транс осознанные сознательные да то есть ты сам им пользуешься транс что такое безграничность то есть ты можешь убрать страхи комплексы стереотипы шаблоны подражать авторитетом освободить свое сознание состояние внутренней свободы получить и размышляя на какую-то тему всей мозговой нервной с нейросети получать такие ответы неординарные ответы даже в условиях жестких временных ограничений да ну вот интересно да ну как это соединить все в одно вот эти разные направления здоровья и творчества я же декларирую что ключ может и то и другое и третье и это может делать одномоментно вот же в чем дело то совершенно другой качественный уровень но а сеть то у нас какая как нам быть то как нам бы чтобы люди могли там разобраться в моих ютубовских файлах в этих всех и понять где там про здоровье где там про творчество поэтому я время от времени выступаю и даю вот это понимание понимание что пользуясь ключевыми приемами как инструментами вы можете помочь себе чтобы ваша голова лучше работала независимо от того изобретаете вы или пишите музыку или рисуете или готовитесь к ответственной встречи независимо от этого потому что мне говорят ну вот например женская психология мужская психология она же дает разная методом письма написал товарищ и школы чай будущего разные действительно разные а почему говорит одним и тем же методом можно и тем помочь и другим но вот сон например сон например независимо от того женщина или мужчина лев или котенок всем помогает но то есть базовые вещи базовые вещи они все помогают ключ это базовая вещь которая лежит в основе и творчество и оздоровление и всего остального а в личных отношениях там написали помогает или нет да помогает сейчас я вам скажу главное личные отношения это такая вещь на самом деле люди все как говорил мой друг сергей чернышов это очень великий человек очень мудрый человек люди это параллели они иногда соприкасаются между собой как поезда иногда вот где-то на какой-то станции сходятся до стоят рядом на каком-то полустанке а потом опять расходится это параллели и потому почему потому что каждый человек это вселенная каждый человек вселенная у него свои качества свои особенности свои манеры свой геном так сказать которые часто и не изменить внутрь поженились муж жена но ты хочешь не хочешь но они разные могут быть совершенно это надо чтобы звезды сошлись это такая редкость один случай на миллиард чтобы они чтобы не сказали друг другу все время каждый из них чувствовал себя свободно не прилипался под другого а чтобы вместе были вот такой коллектив чтобы создать на производстве чтобы создать такой коллектив для мозгового штурма тоже нужен ключ потому что у мужа уже не или там кто хочет замуж выйти или жениться или кто хочет друга найти себе как говорится близким по разуму да знаю вот эти механизмы можем может быть это сделать успешнее и в то же самое время и разойтись без конфликтов понимаете не застревая в конфликте это очень важные вещи потому что есть люди которые вообще не совпадают у них только база одна хорошая такая они могут быть прекрасными они могут быть ангелами а во всем остальном не совпадает а в чем же а в том что человек по своей природе творец что по своей природе он любит любить созидать любит супереживать любит быть коллективе вместе созидать потому что счастье это быть собой когда мы вместе это высшее счастье ну вот это вот короче говоря вот этот рука всплывающая милтона эриксона открыла западу восточную медитацию и самый гипноз ошибка его была в том что он ограничился что она поднимается на самом деле есть она не поднимается можно было представить что она двигается сюда если сюда не идет то можно представить что палец пошел это уже школа человек будущего но при этом я люблю эриксона потому что выдающийся был человек и каждый из этих титанов оставляет нам полезительный след на плечах которых мы стоим я стою на этих плечах я стою на плечах милтона эриксона я стою на плечах альга зале который был столпом суфизма который сказал познание бога и начинается с познания себя конечно это же запад и восток я как раз хочу соединить ментальность культуру запада и востока я хочу помирить мужа женой врагов между собой помирить на базовой основе что все мы человеки человек это звучит хорошо гордо звучит и надо сохранять а вот когда они не сходятся между собой опереться на главное на базу на доброжелательность стараться каждый раз постараться помочь и понять друг друга но бывают такие случаи стараешься стараешься чтобы ты не сделал вас понимается как очередная пощечина но люди разные значит люди разные и нечего и вместе чего-то делать дружите на основе базовой улыбкой друг другу посылайте как это делается в культуре но если вы не сходитесь ночью голову-то морочить потому что все время скандал получается не потому что вы плохие вы могут быть можете быть ангелами а потому что не складывается у вас генотипы структуры личности ну база-то хорошая будьте друзьями просто друзьями и никогда не идите на какие-то серьезные вопросы потому что там у вас все равно ничего не получится а сейчас я скажу на последнее главное кто там у нас самый главный изобретатель по электричеству эдисон нет не эдисон а кто 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 ну который все вот этот вот вот такой вот хочу такой клуб сделать и мы будем заниматься развитием изобретательского мышления да потому что у меня есть что там инструменты дать потому что все мы человеке и кто что хочет делает сам мы не учим как думать мы не учим жениться или разводиться мы не даем таких советов по не вмешиваемся в личную жизнь это дело каждого мы даем инструменты чтобы голова ваша лучше работала чем бы вы не занимались общением пением танцеванием чтобы были свободны и делали свое дело лучше ну как его зовут этого изобретателя не илон маск илон маск это тот современный а вот тот который вы про энергию про электричество но 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 вы сами поймете я забыл просто старый понимаете это я просто так выгляжу хорошо потому что рубашечку красную надел по синюю вот эту ведь я же художник и свет правильно поставил правильно поставить и по-другому поставлю другое выражение охота футурус будет вечен потому что чем будущего как сказал мой сын альян здорового будущего вот сейчас я редактирую текст выданим этот манифест ох посмотрите что будет слушайте не могу вспомнить этого как его зовут ну да вы мне там напишите напишите я вам хочу сказать у меня есть две закрытые группы одну мы назовем этим именем и все будут понимать что там мы будем развивать изобретательское мышление я там дам такой контент офигительный а почему она закрыта потому что в руки каждого нельзя давать руки каждого нельзя давать мало ли черный собретет все должно быть на моих глазах и под контролем и для девочек вы сделаем закрытую группу чтобы они были красавицами неземными магнитами которые всех притягивают а там это их личное дело оттолкнуть их не оттолкнуть на главное чтобы у них не было ощущения какой-то своей внутренней неуверенности чтобы она как идет по улице так чтобы все смотрели только вот так мы сделаем две закрытые группы ну а теперь потому как вы лайки поставить и вопросы зададите я буду понимать уже хотя с каждым буду говорить персонально в skype и вайбере пять минут персонально буду говорить и включить его или не включить в эту группу потому что для включения в этой группе для всех остальных которые случайные люди которые не активные участники нашей школы которые не поддерживают наши видео не продвигают их а просто сидят и пользуются вход будет 5000 рублей а для активных участников я всегда говорил у нас есть преференции вот вижу по лайкам вот увижу продвижение ютуба я увижу что вы хоть палец а палец кто-то ударил из новичков я буду определять я вам еще в следующий раз скажу как вы это сделаете да да как же его зовут ну-ка напишите мне этого человека великого который грозой управлять собирался и мог бы его судьба интересная ну как вы зовут напишите мне это до встречи друзья ну посмотрим вот